Привет, друзья! И это очередной выпуск передачи «Коломенская мозаика», посвященная музею-заповеднику «Коломенское» на юге Москвы. Этот первый выпуск, естественно, в этом году, ну а так, он уже десятый по счету. Если кто хочет посмотреть предыдущие выпуски, то, пожалуйста, набирайте «Коломенская мозаика» в поиске и смотрите предыдущие выпуски. Ну, а о чем сегодня? Сегодня поговорим о новостях и о церкви Вознесения Господня в Коломенском. Ну, что касается новостей, то, в общем-то, наверное, все вы знаете, что сейчас продолжается, так сказать, период закрытия музеев, выставок в Москве. И, естественно, что, ну, связаны, естественно, с эпидемией, с эпидемиологической ситуацией. Вот. Но, и, естественно, что на Государственный музей заповеднику «Коломенское» это тоже все ограничения, они тоже распространяются. В настоящий момент они продлены до 21 января, то есть еще, грубо говоря, 5 дней. Но не исключен вариант, что их могут продлить и еще на какое-то время. Вот. Однако забегать вперед не будем, мы этого не знаем. И, естественно, знает это только узкий круг людей, наверное. Вот. А может быть и они еще даже до сих пор не знают, не определились. Поэтому будем исходить из того, что имеем на сегодня. А на сегодня мы имеем то, что, в общем-то, все выставки в Коломенском, любые всякие, все музейные экспозиции, они закрыты. Вот. То есть их посетить нельзя. Все экскурсии тоже не проводятся, тоже по понятным причинам. Вот. Ну и все, что касается каких-то там закрытых помещений, туда фактически вход закрыт. За исключением только лишь храмов. Но и то храмов фактически двух. То есть это Казанская церковь Божьей Матери открыта. Вот. И еще храм усекновения главы Анапретечи в Дикове тоже открыт. Ну вот это единственные фактически места, которые можно посетить. Но все-таки это не совсем музей, да, это именно все-таки действующие православные храмы. Вот. Все остальные экспозиции, как я уже сказал, они фактически закрыты. Ну а сама территория музея-заповедника Коломенска, она открыта, как и раньше. В данном случае здесь, в общем-то, ограничений практически никаких нету. То есть можно посещать этот музей буквально с раннего утра, шести, по-моему, и вплоть там до позднего вечера. Ну, в общем, вечером там особо делать нечего, поэтому, естественно, что по преимуществу, конечно, ну, как правило, все приходят либо чуть попозже утром, днем, конечно же. Ну, пока вот, в общем-то, светлое время суток, это самое лучшее время, конечно, для посещения музея-заповедника Коломенска. Ну, ограничений здесь практически нету на пребывание на непосредственной территории музея-заповедника. То есть, в принципе, маски не требуют, перчатки не требуют. Ну, просто сейчас другое дело, что холодно, поэтому перчатки люди сами обычно надевают. Ну, это уж, как говорится, дело такое. Ну, единственное, там как бы социальная дистанция. Но, понимаете, социальная дистанция, она же, так сказать, только для, в принципе, незнакомых людей. А для, если люди обычно приходят там с семьями, да, с детьми, ну, какая там, естественно, на них это никакая социальная дистанция не распространяется. Да, и вообще, я вам скажу, что, естественно, никто такую социальную дистанцию там и близко не контролирует. Поэтому, даже если вы там будете какими-то незнакомыми даже людьми, ну, мало ли, там что-то спросите, там, да, или там что-то, так сказать, просто какой-то разговор такой, да. Вот, ну, естественно, что никто вам ничего не скажет. Поэтому можно спокойно приходить, смотреть, вот все, что, в общем, касается вне экспозиции, разных памятников архитектуры, разных сооружений. Просто погулять по парку Коломенскому, ну, пожалуйста, никаких проблем нет. Ну, кроме того, значит, вот на ярмарочной площади, ну, это здесь, где вот находится ярмарка меда, и здесь же вот рядом находится вот ярмарочная площадь, ну, там, где еще аттракционы находятся, вот, да, вот здесь вот, туда ближе к Казанскому саду, ну, между Казанским садом и вот, собственно, вот эта ярмарка меда. Здесь вот ближе к улице Новинки, вот метро Коломенск, к улице Новинки. То есть лучше заходить вот сюда, если хотите, на ярмарочную площадь, ну, заодно ярмарка меда, она сейчас, я не знаю, по-моему, не работает. Но, в любом случае, вот сюда лучше прийти, вот, от метро Коломенск, через улицу Новинки, и потом завернуть сюда направо, на большую улицу, и туда дальше сюда вот прийти уже на ярмарочную площадь. Так вот, здесь установили стенды, ну, как бы, для компенсации того, что музейные экспозиции сейчас не работают, и решили установить такие, как бы, уличные стенды прямо вот на этой площади. Они друг за другом стоят, и, в общем, они рассказывают об истории Коломенска. Называется «Прогулки по Коломенскому», и можно вот увидеть, в общем-то, разные сооружения, как бы, фотографии, да, разных сооружений. Немножко, как бы, познакомиться с Коломенского, да, разные церкви, там, соколины и водозводные башни, сытный двор, разные памятники деревянного зодчества, ну, и так далее. То есть, можно вот, походить и, как говорится, погулять, заодно и посмотреть, просветиться, что же интересного есть вот в музее экспозиции Коломенского, особенно, конечно, те, кто, в общем-то, как-то еще никогда не был в Коломенском, ну, или, там, как-то мало его знает, иногда, может, приходит там, так, периодически. Так что, в общем, такой, ну, вот, небольшая, как бы, что ли, вот, замена, да, того, что вот этих экспозиций, ну, хоть какая-то, да. Кроме того, также в Коломенском работает каток, он тоже работает вот здесь, на ярмарочной площади, залили каток. Каток платный, билет стоит от 200 до 300 рублей в зависимости, за 2 часа, то есть, как бы, сеанс считается, да, в зависимости от времени суток и времени недели. Ну, выходные, естественно, чуть подороже. Ну, там разница уж не очень большая в пределах, там, 50-100 рублей, но все-таки она некоторая есть. Ну, и там какое-то есть ограничение, там, если больше 100 человек, то, вроде как, вход запрещен, то есть, там, конечно, строгости есть. Вот, что касается катка, то имейте в виду, во-первых, билеты только можно заказать через интернет, то есть, вот так вот, просто туда не придешь и в кассе не купишь. То есть, предварительно надо билет купить только вот в электронном виде, а потом уже показать его. Вот, ну, и кроме того, там нужно в раздевалке, там, делать павильон, где вот люди, там, коньки одевают, да, ну, как буфет там, ну, и так далее. То есть, обогревается, там требуется заходить с масками и перчатками, то есть, вот такие ограничения тоже есть, поэтому имейте в виду, так что, ну, на самом катке, вроде, можно кататься без перчаток, ну, да, без масок, без перчаток, но, в общем, в открытых местах. Ну, а в закрытых, в общем, все равно требуют, в общем, короче, без перчаток и маски лучше не приходить. Ну, и билеты тоже только в электронном виде, так что получается, что такие ограничения довольно серьезные. Ну, и кроме того, также в музее Коломенское сейчас действуют две лыжни, одна такая достаточно большая, она проходит вот, буквально, начинается вот здесь, ну, вот, прям в начале, вот, да, как раз музей-заповедник, около входа, вот тоже сострадуются на виду. И дальше она вот идет вот здесь, вот, за памятник Екатерина Сочиства, и над Москвой рекой она проходит, вот здесь идет, 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 на, вот, за дворцовым павильоном, за церквями, и дальше вот сюда уже идет Дьякова, и где-то заканчивается она вот здесь примерно, да, то есть, вот такая вот лыжня. Ну, можно там, в принципе, узнать, будет более подробно, но начинается она здесь. А вторая лыжня, она более мелкая, и она проходит от Дьякова, примерно, отсюда, где Голосов овраг, и дальше она проходит вот за дворцом Алексея Михайловича, здесь вот дворец находится, и до Каширского шоссе. Вот здесь она заканчивается, недалеко от метро Каширское. То есть, вот эта лыжня, она ближе к Коломенской, и тут вот идет, ну, тоже ближе уже в сторону Каширска, а это она вот за дворцом Алексея Михайловича уже именно, получается, так сказать, ближе, вот здесь как раз, ну, вот, за дворцом, да, сюда, на Каширском шоссе, вот, я, по-моему, шестой КПП, что ли, как-то, я точно не помню, какой номер, ну, вот сюда вот ближе, вот, где Мефит. Тоже ориентир вот сюда, вот, за дворцом. Вот, так что одна такая большая лыжня, ну, а вторая чуть поменьше, ну, может, где-то в районе двух километров, а это, может быть, даже километров пять, наверное, ну, вот, такой тоже вид. Вот, ну, естественно, сейчас на лыжах кататься очень хорошо, снега выпало много, морозит стоит, но сейчас, правда, немножко уже прохладно для лыж, все-таки сегодня, по-моему, 16 градусов было мороза, это уже многовато. Ну, а так, если, в принципе, вот, 10 там градусов, ну, до 15, в общем-то, считается такая хорошая лыжная погода, ну, где-то вот, примерно от 5 градусов мороза и до 15, в принципе, самый лучший вариант. Так что, если будет сейчас, то тоже, как раз, примерно такая погода и будет, то есть, пока морозы ослабевать не собираются особенно в пределах недели, так что, вот, можно тоже покататься. Ну, и здесь там никакой маски перчатки не требуется, и это все бесплатно на лыжах, в отличие от коньков, поэтому, ну, единственное, если только нет лыж, то в прокат можно взять, тогда, конечно, за деньги. Но это и коньки тоже можно взять в прокат, тоже за деньги, поэтому тут уже, как говорится, дело такое. Ну, вот, собственно говоря, что мне бы хотелось сказать из новостей Коломенского, в принципе, конечно, сейчас все в связи с этой ситуацией несколько так скудненько стало, не так, как раньше, может быть, было, но все-таки какая-то жизнь в Коломенском, конечно, есть. Народа, естественно, там сейчас немного совсем, но тем лучше даже тем, кто любит, в общем-то, такие неспешные прогулки в одиночестве или там занятия физкультуры, можно побегать, на лыжах покататься, ну, или там прогулки с семьей, конечно, с детьми туда тоже приходят. Поэтому, в принципе, приходите в Коломенск, и там достаточно интересно. Ну, а теперь, что касается, собственно говоря, храма Вознесения Господня, вот мы видим на общей карте этот храм, видите, вот, прям буквально на берегу Москвы реки здесь, такой довольно высокий берег, ну, может, не очень высокий, но все-таки. Вот, и видите, вот этот храм, конечно, все его, в общем-то, знают, храм был построен в 16 веке, если быть точнее, в 1532 году, ну, и, наверное, это одно из самых знаменитых сооружений, не только Коломенского, но и вообще в Москве и даже, в общем, в России. Вполне можно смело это говорить, но не случайно, что и это сооружение одно из очень немногих в Москве, да и не только в Москве, и вообще в нашей стране, оно занесено, в общем-то, ну, как список достояния наследия ЮНЕСКО, да, то есть Сибирная культурная организация, ну, потому что этот храм, он с 16 века фактически сохранился без изменений, то есть вот как он был в 16 веке, так он практически, ну, конечно, какие-то изменения были, небольшие перестройки, небольшие там ремонты, но все-таки в целом вот он сохранился вот в общем виде, в архитектуре, именно таким, каким он был как раз во времена великого князя Василия Третьего, при котором, который правил тогда Россию, Руссию, и, собственно говоря, именно при нем этот храм был заложен, и, как считают, заложен он был в честь рождения одного из его сыновей, Ивана, будущего наследника тоже престола, будущего царя Ивана Грозного, вот, так что, ну, Иван Грозный тоже здесь бывал в Коломенском, и этот храм Вознесения Господня был заложен именно в честь него, ну, и, видите, он был, конечно, заложен на берегу Москвы-реки, и вот обратите внимание, да, что, в общем-то, он особенно эффективно как раз смотрится вот с другой стороны Москвы-реки, то есть вот не отсюда, а вот с той стороны, ну, там, где находится Курьянова. Почему так сделано, может показаться странным, вот как-то вот, здесь немножко теряется вид храма, вот с этой стороны, а именно со стороны Москвы-реки как раз он смотрится очень эффектно. Почему? А потому что въезд в Коломенск, главный въезд, он был не как сейчас, вот со стороны, там, вот, проспекта Андропа, вот через вот эти ворота, да, а именно вот со стороны Москвы-реки, то есть здесь был мост через Москва-реку, и въезжали в основном вот те, кто, ну, разные, так сказать, гости Коломенского, да, кто вот приезжал к царям, особенно к Алексею Михайловичу, к царю, который очень любил бывать здесь вот в Коломенском, была его такая великокняжеская резиденция, дворец огромный, который сейчас воссоздан, вот здесь он находится, да, около метро Каширска, вот, и вот, значит, поэтому въезд был главный именно здесь, и поэтому не случайно, что вот ворота, которые здесь вот за церковью Визнесения находятся, они называются передние ворота, а вот эти ворота, через которые сейчас в основном как раз заходят в Коломенске, они называются задние, потому что здесь, в общем-то, въезд был второстепенный, а главный был въезд именно через передние ворота, вот как раз вот, которые находятся около церкви Визнесения и Москва-реки, вот. Ну, и тоже посвящение храма в честь Визнесения Господня, оно тоже не случайно, но именно потому, что как бы, как раз какой-то храм построили, ну, опять же, в знак благодарности Богу, его Визнесению на небеса, то есть вот, и такой вот храм построили именно, вот, вытянутый вверх, да, как раз вот символ Визнесения, как вот Господь Иисус Христос вознесся на небо, да, так вот и храм, он такой как бы летящий, да, такой вот легкий, он, несмотря на то, что он в целом-то такой массивный, да, храм очень такой тяжелый, такой, да, из таких блоков, таких тяжелых, да, в целом, с фундаментом таким вот, очень, таким тоже крутым, но при этом такое, все-таки создается ощущение вот такой легкости, несмотря на то, что в целом он такой довольно тяжелый, но именно ту стремленность, да, вверх, вот он 62 метра, у него высота, где-то шатер такой еще, конечно, тоже создает вот ощущение такой вот легкости, устремленности в небо, как раз вознесения вот на небо, да, вот стремление туда, ну, как раз вот, в общем-то, именно поэтому так храм назвали и посвятили, вот именно, ну, знак вот устремленности, наверное, и государя тогда, российского, да, и, так сказать, его устремленности к небу, да, и знак благодарности Богу, и в честь его вознесения Господня. Ну и, кстати, это был, и храм, кстати, весь белый, тоже вот такая отличительная особенность, весь вообще белый, даже шатер белый, все белое. Ну и тоже обращается внимание, и он, это вообще был первый белокаменный шатровый храм на Руси, вообще был первый храм. И, в общем, спроектировал его итальянский зодчий Пьетро Анибале, Пьетро Анибале, вот, поэтому немножко напоминает итальянские храмы, в том числе вот тоже такая галерея у него обходная, ну и тоже и росписи тоже немножко напоминали тоже, итальянское зодчество, вот, такая вот истребленность вверх. Ну и вообще вот считал, что все вообще в восторге были, кто его посещал, вот, говорят, что высотой и красотой ничего подобного до этого на Руси вообще никогда не было, настолько он был действительно красивый, чудный храм, вот, ну, вот, что касается росписей иконостасов, то они не сохранились с давних времен, они были, в общем-то, заменены в 18 веке на другие иконостасы и другие росписи. Ну, росписи там фактически сейчас нету, они, я так понимаю, были уничтожены в советское время, а вот иконостас есть, но там тоже сейчас все новое, то есть вот интерьер церкви, да, вот, то, что мы видим, вот именно внешние формы архитектурные, они действительно 16 века. Но что касается начинки, да, то есть внутренности церкви, там все новое, то есть там фактически ничего не сохранилось вот 16 века, ну, кроме, конечно, непосредственно самого интерьера, там, да, вот, стен, конечно, стены, да, а вот именно росписей там фактически нет, там белые стены, ну, так иконы висят, конечно, кое-где на стенах, это понятно, но именно росписей как таковых нету, ну, иконостас тоже новый, то есть, по сути дела, уже постсоветский получается. Вот, так что вот внутренности фактически церкви с тех времен не сохранились, ну, а сама церковь, конечно, силуэт, все вот, в целом оно сохранилось. И церковь, она, так сказать, церковь, она кирпичная, но с большим применением белого камня, белокаменного декора, причем, что интересно, белый камень, он добывался здесь вот поблизости, неподалеку, тоже на Москве-реке, то есть, по сути, в общем-то, тогда тоже занимались добычей белого камня, вот, сейчас может показаться тоже странным, но вот тогда еще здесь вовсю добывали на Москве-реке белый камень, и, в общем, особо далеко возить его было не нужно. Вот, ну, белого камня тоже довольно много в декоре, вот мы видим. Вот, и, кстати, обращайте в себя внимание тоже толщина стен, очень толстые стены, если вы когда были здесь, да, или будете, то обратите внимание, прям такие огромные толстые блоки, буквально чуть ли не метровой толщины, но очень толстые стены. Вот, также интересно то, что храм не отапливается, он вообще никогда не отапливался, и поэтому этот храм, но, кстати, по сути, не был никогда приходским, то есть, этот храм, он, по сути, был всегда именно великокняжским, царским храмом, да, то есть, это был таким государев храм, потому что вся государева резиденция, и поэтому, естественно, посторонних сюда фактически не пускали, то есть тут все было только для царя его семьи, приближенных, ну, гостей приглашали, естественно, да, а так вот в целом, так вот в свободности этот храм посетить было нельзя раньше, в царские времена, но потом уже, да, стало проще, ну, а, соответственно, уже потом, в советское время, естественно, храм закрыли, и, в общем-то, он стал использоваться музеем, заповедником Коломенска, который здесь был создан, и вот с 1923 года по 1994 храм был закрыт, то есть здесь в храме был только музей, можно было просто, с этой экспозицией по сути он просто был закрыт, вот, ну, а в 1994 году его снова открыли, ну, и теперь, соответственно, этот храм используется и как музей, то есть музей остался, вот, и как храм, но храм, он, в общем-то, конечно, поскольку он не отапливается, то работает он только исключительно в летнее время, то есть вот от Пасхи, которая, как правило, бывает где-то в апреле, да, ближе к началу мая, ну, и до Дня Покрова Божьей Матери, то есть до 14 октября примерно храм работает, то есть тогда, когда теплое время, то есть когда не требуется отопление для проведения богослужений, вот, в другие не, то есть сейчас, вот, допустим, зимой он не работает, не работает этот храм, вот, и, то есть потому что он не отапливается, ну, естественно, не отапливаем помещение, как-то вот понятно, что богослужения проводить не будешь по многим причинам, поэтому, естественно, что он закрыт, вот, вот так тоже, ну, отопление как проведешь, там, естественно, это все очень сложно, поэтому как-то он всегда был, так называемый, холодный храм, то есть только вот именно для проведения богослужений в теплое время, а так, конечно, в основном работает вот этот вот Казанский храм, Казанская церковь, это главное, ну, и вот Дяковий тоже еще стихновение, его, конечно, намного меньше посещает, он сам поменьше, вот, но, в принципе, он тоже используется, ну, а главное, конечно, этот Казанский иконы Божьей Матери здесь вот в центральной части Коломенского, это главный храм, ну, он не только, он круглый год работает, естественно, он отапливается, так что там все в порядке, вот, ну, и кроме того, также у этого храма нет, собственно, духовенства, вот, вознесения Господня, но здесь вообще в Коломенском такая ситуация, что здесь фактически, как бы, духовенство, оно общее, то есть оно обслуживает все храмы Коломенского, то есть одни и те же священники, они фактически на все храмы, то есть то один служит в одном, то в другом другой, потом, и вот так они меняются, то есть вот есть опленое духовенство, вот, всех храмов Коломенского, и они просто, вот, священники, там, дьяконы, да, они вот просто ходят из храма в храм, ну, в разных храмах, ну, здесь, конечно, главный храм Коломенского, это Казанское, ну, а так, также они еще и, когда вот работает вне работы тоже вот этот храм Вознесения, кстати, и даже в теплое время года он открыт не каждый день, то есть, я имею в виду богослужения проходит не каждый день, а проходят они только по воскресеньям и по большим праздникам, как правило, вот. Ну, и также ходят они еще вот в этот храм Усекновения главы Анапретечи, еще есть храм Георгия Победоноса, который устроен в часу, в этой, в колокольне, в колокольне, вот, храма Вознесения, вот, а сейчас там вот создан храм Георгия Победоноса, вот, четыре храма в Коломенском, и вот, как раз все используются. Да, еще пятый храм, еще вот привезенный, но это привезенный храм, деревянный, деревянный храм Георгия Победоноса, по-моему, тоже. Ну, это вот здесь вот находится уже, деревянный храм. Насколько поэтам тоже только летом служат. Так что, получается, пять храмов. Ну, раньше было четыре, сейчас еще вот этот пятый добавился. Вот, так что, вот, такой вот интересный храм, и тоже, конечно, интересно еще и то, что фундамент этого храма сделан, как бы, на искусственной скале. То есть, как бы, такая вот скала, такая очень большая, массивная такая скала, как бы, такая плита, такая большая скала, в виде, как бы, скалы такой, да, вот камня такого, вот, цельного. И поэтому этот храм, он фактически не сползает в Москварику, да, то есть, он стоит на своем месте, вот, в том виде, в котором он фактически был. В общем-то, неподвижно, да, то есть, ну, может быть, небольшое все-таки движение какое-то есть, но очень незначительное, очень незначительное. И вот уже получается, что около 500 лет он вот стоит вот на одном месте и практически без изменений. Ну, естественно, что, конечно, храм нуждается в реставрации, и она, в общем-то, в принципе, проводится, и в советское время она проводилась, ну, какая-то хотя бы, да, как бы, частями. Ну, и, соответственно, уже в постсоветском время, в 2000-е годы проводилась она, ну, и вот последняя, в принципе, реставрация она проводилась уже где-то в 2013-14 годах. Ну, и вот в итоге, в итоге, соответственно, ну, более-менее как-то вот все-таки удается сохранять этот храм в очень красивом виде, в подновленном виде. Вот, ну, в общем-то, наверное, все-таки, может быть, потребуется более масштабная реставрация, но ее начать, конечно, не так просто все, это все-таки тоже объект ЮНЕСКО. Ну, и в результате, не знаю, как все это будет происходить, но, возможно, когда-нибудь этот храм коснется и более-менее такая масштабная основательная реставрация. Ну, и, опять же, обратив внимание на обходную галерею Гульбища, которая окружает вот этот храм, да, вот тоже обратили внимание, там такие есть лестницы-всходы, на вот этот, ну, как бы, такой, с рода балкон, но все-таки балкон, он окружает, по сути, весь храм. Вот, и вот, в принципе, иногда бывает закрыт, но, как правило, можно подняться по лестницам довольно крутым, так что можно испытать свое сердце, свое здоровье, вот, и уже вот погулять вот по этой вот галереи, обходной галереи, которая окружает храм. Так, кстати, храм создан на довольно высоком подклете, а назначение этого, да, где сейчас вот находится как раз музейная экспозиция, которая называется «Тайна церкви Вознесения». Вот, можно посмотреть, там собраны разные археологические раскопки, которые проводились вот вокруг этого храма, вообще на территории Коломенского, и которые относятся к этому храму. Можно посмотреть, древние фундаменты, там видны некоторые фрагменты, там такое прочное стекло, на которое можно вставать и смотреть вот эти вот древние фрагменты. Ну, и вообще, в целом, очень много фотографий храма, в том числе древних, много разных чертежей, там, вот, каких-то первоначальных замыслов, вот, разных информаций вот об этом храме, то есть, тоже можно посмотреть. По-моему, 150 рублей туда стоит вход на эту, вот, как раз подклете она находится, да, вот, на котором как раз вот стоит этот храм. Вот, ну, по-моему, 150 рублей, но сейчас она, естественно, закрыта, опять же, как я уже сказал, как и все экспозиции в Коломенском, но это, естественно, временно, но я думаю, что скоро уже ее снова откроют, может, по весне, или там пораньше даже, и снова можно будет ее посещать. Ну, а, собственно говоря, вторая экспозиция, это, собственно, сам храм, то есть, надо, для того, чтобы в храм попасть, надо подняться по довольно крутой лестнице, и вот, ну, по-моему, на второй этаж, и вот там уже находится сам храм. Храм, он, кстати, очень небольшой, сам по себе, у меня даже есть ролик, я делал небольшой такой маленький ролик, буквально 20 секунд, вот, внутри вот этой церкви, так что можете посмотреть на этом канале, тоже, кто не видел, вот, ну, чтобы иметь представление, собственно говоря, что там внутри этого храма находится, и вот я заснял, вот, непосредственно, интерьер этого храма на видеокамеру, вот, и он очень маленький, очень маленький, там буквально может поместиться внутри, там, ну, человек 30, может быть, так вот, от силы. Совсем небольшой храм, кажется, он такой сид-то вроде, видите, монументальный, крутой, а на самом деле за толщиной стен, ну и в целом, на самом деле, внутри-то не очень большой, там все такое миниатюрное, маленький иконостасик такой, все прям почти игрушечное, кажется. Ну, а вы знаете, а почему это было сделано? А потому что, как я уже говорил, храм-то он не был приходским, то есть он изначально не был рассчитан на большое количество людей, в нем всегда был мало народу, потому что он был именно для царя, для князя, великого князя и для членов его семьи, поэтому, естественно, ну а зачем было строить большой храм вместительный, в этом не было никакого смысла, ну могли гости там приехать, там допустим вместиться и так далее, ну а в целом именно поэтому храм был такой маленький. Ну и сейчас, естественно, в него уходит, в общем-то, в основном тоже с экскурсионными такими целями, а постоянных прихожан в этом храме практически и сейчас нету, потому что в основном уходит именно в казанские храмы, а сюда очень мало. Так что вот как бы одна музейная экспозиция непосредственно в подкрете находится храма, ну а вторая это, собственно говоря, сам храм, то есть вот интерьер самого храма, он это не только место богослужений, но еще и как бы свой род такой памятник прошлого, такая вот тоже свой рода музейная экспозиция, музейное пространство, такой вот памятник старины. Ну и галерея Гульбище тоже такое красивое место, если тоже удастся попасть, тоже красивый вид открывается вот на территорию вокруг передних ворот и так далее. Ну и сами вот тоже белокаменный угол, во-первых, шатер обращает на себя внимание, очень красивый шатер, который занимает около 1,3 вообще всей высоты храма, причем шатер очень красивый, там с ромбиками, ромбики такие есть, вот как бы ромбы на шатре тоже такие белые, очень красивые белокаменные, ну и еще келевидные кокошники тоже красивые, обращают на себя внимание, ну и также стрельчатые окна, но еще обратил бы внимание на такие плоские прямоугольные выступы, пилиастра такие, на углах стен этого храма, тоже вот красиво. Об этом храме издавалось даже целые книги, целые книги писали, целые исследования, вот, в принципе даже вот можно, наверное, купить там в сувенированных магазинах на территории Коломенского, не знаю, сейчас еще есть эти книги, нет об этом храме, но раньше прям специальные вот книги даже были посвящены этому храму, ну и непосредственно о храме, естественно, во всех книгах этого, посвященных Коломенскому, но и были даже специальные храмы, даже книги, монографии даже, которые, открытки, посвященные именно вот этому храму. Ну, в частности, вот был такой журнал, выходил еще не так давно, сейчас прекратился выпуск, который назывался «Православные храмы России», и вот один из выпусков, едва ли не первый, был посвящен полностью, ведь целиком весь выпуск, именно вот этому храму Вознесения Господня в Коломенском. Ну, теперь давайте посмотрим фотографии, вот это старая фотография еще, да, вот так вот выглядел со стороны Москвы-реки, вот еще храм этот выглядел где-то вот как раз 17-18 века, ведь еще тут вот утраченное здание вот стояло как раз прямо на берегу Москвы-реки, это вот Москва-река, а видите, как раз здесь вот можно было перейти, все равно мостик такой, к этому вот храму Вознесения, ну и дальше там уже передние ворота видим, да, вот это вот колокольня, в котором сейчас устроена церковь Георгия Победоносца, ну, здесь вот водовзводная башня, так что вот все узнаваемые, в принципе, строения, кроме вот этого, которые фактически утрачены. И видите, такое еще интересно, радуга, да, как бы символ мира, любви, вот тоже. Вот, ну, а это вот такие вот, это уже мои фотографии дальше пойдут, сделанные в разные годы, ну, примерно вот за последние 10 лет, у меня часть фотографий еще не оцифрована, то есть находятся в бумажном виде, в том числе посвященные Коломенскому, поэтому я их показать пока не могу, но вот то, что есть, вот это вот как такая галерея, посвященная храму вот именно Вознесения, которое было некоторое время, стояли такие стенды, около прям вот, непосредственно здания администрации музея, около центрального входа в Коломенское, недалеко от метро как раз. Вот, ну вот, видите, тоже старые виды Коломенска, на 25-летие включение церкви Вознесения в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вот это вот панорама сел Коломенское и Дяково, акварели архитектора Кваренге, Джакома Кваренге, 1795 год. Вот, а это вот у нас уже, вот, и как раз вот экспозиция вот церкви Вознесения, тайны церкви Вознесения, о которой я только что говорил, ну вот, примерно можно посмотреть, да, вот как она выглядит. Ну, всякие вот эти керамические раскопки там были сделаны, да, эти царские врата еще старые, вот, ну и тоже вот рядом лежат тоже всякие археологические тоже раскопки. Вот, ну, тоже вот описывается, что церковь в 23-м году, в общем-то, она перестала работать, и она стала частью музейной экспозиции. И вот в 2014 году как раз открылся, вот, в подклете, да, вот экспозиция «Тайна церкви Вознесения», которая работает до сих пор, то есть уже, получается, ну, около 7 лет она работает, и здесь вот всякие чертежи, проекты, фотографии вот церкви, ну и так далее. Первоначальный белокаменный декор, ну, то, что вот нашли при раскопках, так что можно... Ну, и также вот с историей церкви этой можно познакомиться в постоянной экспозиции «Вехи истории Коломенского», так что вот тоже. Ну, где, кстати, вот находятся царские врата вот эти вот. Вот, насколько в цитном дворе эта экспозиция «Вехи истории Коломенского». Так, ну вот, видите, написано, когда она работает, да, в летнее время, с мая по сентябрь так. Ну, даже, я бы сказал, надо с апреля по октябрь, ну, в общем, немножко разное меняется время, но в любом случае это теплое время года, вот, в открытии работы «Тайна церкви Вознесения», ну, и экскурсии вот предлагаются, да, то есть, в принципе, ну, они не только именно касающиеся именно вот этой церкви, но в том числе, да, то есть, и в этой церкви тоже проводятся небольшие экскурсии. Ну, там обычно ограниченное количество людей, потому что, в принципе, эту церковь очень сильно берегут, на нее и так оказывается очень большое воздействие человеческое, и так очень много ходит, ну, и поэтому стараются как-то, чтобы все-таки уменьшить, и много народу там в одно время сразу, чтобы не было как-то ограничить количество людей, одновременно посещающих этот храм. Ну, и вот «Русь-Певча», тоже фестиваль, который проходит в этой церкви, начиная с 1393 года, совместно с «Русско-Православной Церковью», то есть, это как бы совместный проект музея и церкви, то есть, такой как бы музыкально-церковный такой проект «Русь-Певча». Ну, и вот здесь всякие концерты проходят, хорово, пение, видите, прямо вот непосредственно в самом помещении храма Вознесения. Ну, а на галереи идут трансляции. Ну, и реставрация, видите, тоже реставрация, да, то есть, советских времен. Хотя, конечно, ремонты проводились и раньше, ну, руководили ими разные люди. Засыпкин, Барановский, конечно же, Петр, который очень много сделал для создания музея-заповедника, ну, по сути, он его и создал, ну, и так далее. То есть, тут вот в 2003 году были вот работы против аварийные, ну, и так далее. Да, ну, это уже фотографии, ну, это вот вид со стороны, значит, вот Москвы-рекиен, только немножко подальше туда, да, вот видите, это храм Усихновения Главы-Напритеч, а это вот, ну, все скрыто, видите, за зеленью заповедное тоже такое. Вот, значит, так. А там улица Новинки, ну, так, теперь здесь от страны, садов, здесь вот как раз ярмарочная площадь, ярмарочная мёда в Коломенском тоже скрыла за деревьями. Ну, и здесь вот от ярмарочной площади как раз вид тоже вот макушка церкви. Вот здесь Казанская церковь, там, да, тоже плохо видно, но здесь вот уже вдали, там тоже за деревьями, вот как раз церковь-ресене. А это со стороны вот набережной Москвы-реки, только не с той стороны, как первая, а здесь вот со стороны именно улица Жужа, музей деревянного зодчества, и вот этого причала, где вот продаются билеты на теплоходы. Вот, ну, это же вблизи, вблизи церкви, вблизи вот вид, да, на храм. Вот. Вот это вот колокольня, храм Георгия Победоносца здесь же находится рядом. Вот он, видите, храм Георгия Победоносца, это колокольня. Храма Вознесения, она отдельно стоит, видите, какая. Ну, и здесь вот, видите, обходы и тоже галереи, вот они, пилястры прямоугольные, тоже красивые. Вот, ромбики, ну, плохо видно ромбики, ну, эти пилястры, кокошники, видите, какой ряд таких вот, как горочкой такой идет, да. Ну, вот этот подклет, здесь как раз вот вход идет на экспозицию. Ну, вот, так вот, видите, цветнички здесь делают. Тут очень много народа, часто концерт устраивается здесь вот на поле, прямо перед храмом Вознесения. Вот разные такие яморки бывают, всякие мероприятия проводят, все очень красиво оформляют. Вот, ну, вот видите, сколько народа здесь часто бывает, вот тут какие-то и кадеты, курсанты всякие. Ну, много людей из Управы тоже проезжают, всякие сотрудники, экскурсии проходят очень много. Ну, это летом, конечно, летом здесь жизнь просто бурлит. Вот, ну, а это вот осень уже, осень, листья павшие уже, около передних, от передних ворот вид, вот там, ну, там Москва, река дальше. Ну, вот это крупным планом храм, видите, какая обходная галерея, здесь хорошо видны вот эти, видите, кокошники красивые, которые как бы идут туда вот тоже ввысь устремляют, все, видите, перспективные такие порталы и вот эти вот. Дальше ромбики такие на шатре. Вот обходная галерея тоже, на которую можно подняться, видите, такая лестница идет одна, другая, там несколько пролетов лестничных, и вот попадаешь прямо непосредственно на эту обходную галерею гульбище, ну, как бы такой балкон большой, и вот можно так и посмотреть. Вид, тоже красиво все, вот еще вид, народу весь, да, очень много здесь. Ну, в церковь не все заходят, ну, по многим причинам, не все верующие, не все хотят, не всем это нужно, а так снизу, конечно, народу всегда много, тут на Москву, около Москва реки гуляют народ. Ну, вот еще фотография, поближе. Ну, я думаю, вы это все можете видеть, в общем-то, сами, так что, в принципе, так я показываю, ну, я думаю, что многие из вас, конечно, все это видели своими глазами, ну, а если, конечно, вдруг каким-то образом не видели, то, конечно же, приглашаю посмотреть. Ну, вот, наверное, на сегодня мы закончим эту передачу, и будем надеяться, что получили много интересной информации, познакомились с Храмом Вознесения и с сегодняшним положением дел Музея-Заповедника Колуменска. КОНЕЦКИ КОНЕЦКИ